Добрый день, дорогие друзья! Вновь наше внимание приковано к клинике Орегите. Здесь обновлённый интерьер, здесь всё готово к встрече гостей и друзей. Сегодня мы видим, как продолжается проект, который начат несколько месяцев назад. Проект под названием «Арт-терапия». Инициатор этого проекта – член Союза художников, член Союза дизайнеров Комкин Сергей Валентинович. Это серия «Весёлый зоопарк» из девяти игрушек. Мною разработан дизайн-проект. Игрушки, которые вы можете сами преобразить в цвет, в радость, и преобразить, и быть соучастием в творческом процессе с автором. И сейчас у нас проходит мастер-класс по как раз волшебной игрушке, ручной работе. И самые лучшие работы мы оставляем в нашем музее. Сегодня такое понятие, как стресс, стало неотъемлемой частью нашей жизни. Пока у нас есть мозг, мы будем испытывать различные типы переживаний. Мы пытаемся покорить наши эмоции, но зачастую остаёмся их рабами. Пожалуй, самое неприятное то, что дети также страдают от этого. Как же справиться со стрессом? Внутри каждого у нас есть такой золотой ребёнок. И иногда он бывает раненый. Раненый в детстве, детские травмы. И всё это приводит к заеданию, потом к набору веса, к соматическим заболеваниям. Когда человек длительное время находится в напряжённом состоянии, он нередко думает, что теряет контроль над собой. Словно напряжение диктует, что можно делать, а что нет. Практика арт-терапии помогает вернуть чувство власти над своим телом через самовыражение и создание чего-то нового и уникального. Поможет в этом благотворительный проект клиники Оригетея. Арт-терапия позволяет именно вытащить вот эти все скрытые травмы и проработать их. У вас всегда наши администраторы встречают с улыбкой. Ждём вас. Я думаю, многие со мной согласятся, что в наше время предложение превышает спрос. Как же сделать правильный выбор? Попробуем в этом разобраться, тем более, когда речь идёт о досуге. Я знаю, по крайней мере, пять причин, по которым лучшие и интересные фильмы и мультики нужно посмотреть в киноконцертном зале «Панорама». Первая причина – это большая, удобная и охраняемая парковка. Согласитесь, не каждый кинотеатр может похвастаться таким преимуществом. Всю интересующую информацию вы можете получить у наших доброжелательных и приветливых администраторов, которые рады видеть вас в киноконцертном зале «Панорама», которые поделятся с вами всей интересующей вас информацией. В холле киноконцертного зала «Панорама» вы можете полюбоваться сувенирами, которые символизируют и отражают традиции Тверской области. А если вы гость нашего города, то можно приобрести эти сувениры на долгую и добрую память. Если вы приехали немножко раньше и нужно подождать фильм или мультик, можно это сделать с комфортом в холле «Кафе Тайм» киноконцертного зала «Панорама». Я уверена, что гости нашего киноконцертного зала согласятся со мной. Мало какой кинозал может похвастаться таким уютным и просторным помещением. Я еще не сказала про кресла. Они настолько удобные, что в них можно спокойно смотреть даже самые длинные фильмы, при этом совершенно не устав. Но и экран – это особая гордость нашего зала. Самый большой экран в городе. Я абсолютно уверена, что и проекция на экране, и звук соответствуют всем самым высочайшим вашим требованиям. Ну и, конечно же, фильмы и мультфильмы, которые транслируются в киноконцертном зале «Панорама», безусловно, достойны нашего с вами внимания. В наше время кино уже перечеркнуло черту быть просто развлечением. Здесь можно пофантазировать, помечтать, порассуждать, после обсудить с ребятами фильм или какой-то интересный детский мультфильм. И это все в киноконцертном зале «Панорама». А теперь о фильмах, которые можно посмотреть в киноконцертном зале «Панорама» в ближайшие дни. Коти легенда джунглей переносит в далекие таинственные джунгли Амазонии, где обитают самые невероятные животные. И среди этих самых животных есть очень храбрый зверек по имени Клати. У него, как и полагается, есть свои верные друзья, которых он собрал вместе, и они отправились в захватывающее приключение. Они должны остановить землетрясение, разгадать загадку извергающего вулкана, спасти жителей своих любимых джунглей от коварной змеи, а также доказать, что героем может быть каждый. Аманат. История любви сына и мама Джамалуддина и Лизы Олениной на фоне драматических событий военной истории России первой половины XIX века. Джамалуддин вошел в историю как великий заложник, и фильм – это попытка ответить на вопрос – заложник большой политики или большой любви. Исторический контекст заката Николаевской эпохи, на фоне которого разворачивается история о любви и предательстве, чести и долге, служению отчизне и верности, данному слову станет ключевым для фильма. Святым тут не место. Молчаливый наемный убийца по прозвищу Иезуит после выхода из тюрьмы жестоко мстит за смерть жены и похищение сына. Своя война – шторм пустыни. Иван давно вернулся с войны, но война не отпускает его. Он продолжает в нее играть, что уже стало ему отношением с женой, а теперь может стоить и жизни. Иван отправляется в Сирию под видом иностранного военного корреспондента по имени Джон. «Мой папа-вождь». Капитана дальнего плавания Петрова 10 лет все считали без вести пропавшим героем, но он вернулся – африканским вождем. Жизнь на острове с аборигенами не прошла бесследно. Теперь он ходит по городу с копьем наперевес и охотится прямо на глазах у изумленных горожан. Он не признает правил современной цивилизации, только закон джунглей. Но как наладить отношения с женой и сыном, если они совсем на другой волне? Крутые яйца 2. Тот и его друзья должны спасти своих птенцов, которых забрали на гурманское мероприятие в Африку. Что же будет дальше, вы узнаете, посетив киноконцертный зал «Панорама». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова